Раз, два, три, четыре Добрый день! Мы в эфире уникального интернет-проекта под названием «Живое радио». Live Radio пишется live-radio.ru Для того, чтобы нас услышать и даже увидеть, что мы делаем в студии, нужно зайти по этому адресу. А общаться с нами можно, найдя в меню строчку «Чат». Нужно указать свой ник, и те, кто умеет пользоваться чатом-перепиской, могут задавать свои вопросы, передавать нам свои пожелания, комментарии. Сегодня в гостях студии «Живого радио» Дмитрий Четвергов, очень известный талантливый музыкант, его коллега, не менее талантливый музыкант, Миласа. И, конечно, мы начнем с музыки. Это самое интересное, что сегодня будет в нашей программе. Да, я рад приветствовать всех, можно сказать, в прямом эфире. И, на самом деле, это удивительное предприятие, вот так выходить. Я не знаю, сколько нас народу сейчас будет наблюдать. И очень радостно, что это происходит именно сейчас в прямом эфире. И вы действительно можете задавать любые вопросы. А для начала мы вам предлагаем послушать одну из композиций с моего нового альбома «Светка на цветок». Композиция называется «Из Мадридов в Тамбов». Поехали готовы все? Готов. «Из Мадридов в Тамбов» 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 «Из Мадридов в Тамбов в Тамбов» «Из Мадридов 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 в Тамбов» поле и каждый цветочек это отдельная история отдельная фантазия отдельное состояние отдельно страна и в которой за себе заключает совершенно разные настроение совершенно разные интересные может быть кому-то неинтересно но как правило все кто слушает альбом каждый для себя находит что-то интересное потому что музыки очень много и она очень разная так он действительно очень интересно его можно купить магазинах союз он продается покупайте слушайте а также на моем сайте можно просто зайти на сайт четвергов.ru и скачать для себя там несколько композиций выложены и послушать и даже есть видео с концертное лайф видео ну альбом на цветок уже вышел год назад и я двинулся дальше дело в том что ко мне очень часто подходили на концертах и на мастер-классы которые я провожу молодые ребята и спрашивали и а вы не даете ли уроков и как как быть нам что делать вот мы играем на гитарах и куда идти куда податься я видел этот интерес и все-таки решил что опыт который есть нужно обязательно передавать и ребятам которые более-менее уже сложившиеся как уже выступают да они как сложившиеся молодые музыканты я просто предложил проучаствовать своем проекте в рамках этого проекта цветка на цветок играть и выходить мои произведения вместе там три гитара в четыре гитары и клавишнике появились и вокалисты появились и все это я решил обозвать мастер-школа дмитрий а в московской консерватории по моему есть класс гитары или я ошибаюсь что касается конечно выше я не противопоставляю вам вашего вашего мастер-класса но образование вот если человек хочет научиться играть на гитаре не бренчать на ней а научиться играть по-настоящему это возможно для начала конечно нужно пойти в музыкальную школу до консерватории далековато вот потом закончить музыкальное училище а потом можно и думать класс какой это вообще музыкальное образованный школу можно пойти по классу гитары классическая гитара я считаю что вообще классическая гитара учатся я вам сыграл композицию в принципе на обычной гитаре с нейлоновыми струнами вот такая песня помню из детства купите мне гитару серебряные струны рублей за 20 25 конечно до 25 рублей не обойдется но купить более-менее приличный инструмент и пойти пойти в музыкальную школу а потом уже пойти в гнесинское училище скажем на ордынку есть прекрасное место где кстати я и ищу молодых музыкантов со всей россии буквально каждый год в конце весны приезжают музыканты гнесинское училище на ордынку подают заявки где проводится каждый год тут я уже повторюсь конкурсы называется многоликая гитара по всем номинациям и классической гитары и джазовые и фьюжн и рок и все что что все что хотите то есть все вот все стили направления гитары современные там представлены я вот сомневаюсь что в консерватории такое есть поэтому вот дима про это и говорит я имею ввиду что не пойти бы вам не пойти бы тем музыкантам в консерватории но они не смогут научиться этим современным жанром потому что там же все таки продолжение классики как бы продолжение училищной программы а ты у кого училась я училась в челябинской области в общем то там все закончила я ограничилась к сожалению или к счастью только училищем и естественно 7 лет музыкальной школы 4 года училище вот но дальше просто самообразование как то и дальше пошли какие-то свои песни поэтому ну наверно я слышал тебя песни прекрасный голос у тебя от бога ты гитаре относишься как компания аккомпанементу или это отдельное искусство и песня отдельное искусство либо ты это соединяешь в а я пытаюсь соединить конечно потому что ведь и владение голосом немало немалая задача ну как ты знаете даже после после всего полученного мне кажется было бы просто конченственно обойтись тремя аккордами и если есть в общем да то есть если есть какая-то хотя бы минимальная база я думаю что это надо использовать на самом деле когда я увидел девушку которая она начала играть я думаю что же будет дальше причем она взяла гитару и настолько это убедительно было но когда она еще и запела под прекрасный аккомпанемент на все она просто я под я сразу решил что вот этот должен услышать народ девушка то приехал из челябинской области в москву и ну там выступал где-то по друзьям выходила на арбат я думаю вот это должно уже быть у нас в россии на счет все начинается конечно москвы я и помог всячески сделать альбом который вот сейчас готовится к выпуску который называется разрисую красками и одноименную песню я думаю что миласа сейчас исполнит но ведь конечно я заложил интригу я не сомневался что такой светоч гитарной музыки как-то будет стоять стороне и наблюдать и и не приложит к этому без сомнений когда я увидел вас на съемках телепередачи для меня но я профессионал где психолог меня было это очевидно поэтому я не хотел начинать с этого вот но тем не менее карты раскрыты слушаем здесь называется сердце разрисую красками сердце одинокое постучи прекрасное жизнью обновленное принесу я свет ночной по бульварам пройденный в дом печали каменной растоплю огонь ладонями и и и не по-новым по-новому разменяясь сумерки криком утро сноуя Окунусь в тебя, разрисую красками сердце одинокое, пусть стучит прекрасное. Окунусь в тебя, разрисую красками сердце одинокое, пусть стучит прекрасное. Рисую красками сердце одинокое, пусть стучит прекрасное. Рисую красками сердце одинокое, пусть стучит прекрасное. Напомню, что мы находимся в эфире интернет-проекта «Живое радио». У нас уникальная возможность показывать еще картинку, то, что происходит в студии, разговаривать, задавать вопросы. Кстати, в чате народу прибывает, нас смотрят, нас это радует. Звоните своим друзьям, звоните знакомым, популяризируйте интернет-адрес этого проекта, и вы будете иметь возможность получить огромное удовольствие в развитии его и в развитии этой уникальной возможности. Дмитрий, вы музыкант, вы исполнитель, но я думаю, я догадываюсь и даже слышал от вас, что вы и композитор. Вот, это верно? Вы пишете музыку? Ну, альбом-то, собственно, вся музыка, за исключением двух композиций из 14-12, уже говорит о том, что я все сам сочиняю. Вопрос по двохам. В музыкальном и немузыкальном мире, особенно околомузыкальном мире, вроде такая легенда, разукрашенная, что для того, чтобы написать действительно шедевр популярной музыки, классика, по-моему, здесь не обсуждается, именно речь идет о популярной музыке, то нужно хватить чего-то химического. Вот, ваша точка зрения, ваш опыт, ваше понимание этого вопроса? Это полное заблуждение, и на самом деле я наблюдал за... Вы смогли бы выпить стакан водки и написать что-то путное? Приходилось ли вам так творить? Вы знаете, да, был такой случай, мне позвонил Каренко-Валериан, ну, это автор известных многих песен, поэт-песенник известный. Он стал известным, когда написал «Ночной рандеву», «Крис Пельню» пел, много писал для Плеснякова, замечательный автор. Ну, был такой период, когда вот мне позвонил, тоже, я думаю, может быть, сидел в компании, ну, может, не водку пил, может, «Дорогой коньяк», и сказал, Дмитрий, вот есть у меня тема, не так он мне сказал, Димон, есть тема интересная, у меня вот, понимаешь, мурашки от моей Наташки. Все знают эту песню, а я как раз водку пил с друзьями, говорю, хорошую тему присылай по интернету, и взял я, собственно говоря, у меня мурашки от моей Наташки. Вот такая песня, путная она, не знаю, не путная, но для отдыха точно, то есть нам было весело, и никто же не знал, что потом ее купит премьер-министр и будут распевать на всю страну. А что касается серьезной музыки, я думаю, что это все от лукавого. Ну, понятно, что во времена «Рассветла Битлес» и Джон Леннон говорил о том, что и пел открыто, что, ребята, вот ЛСД, это там уход туда-то, сюда-то, и Боб Марли пел про марихуаны, и на самом деле все это эйфория, по большому счету. А что значит хорошая музыка, известная, вернее, популярная музыка? Моцарт и Бетховен тоже сочиняли популярную музыку того времени, к Элизе, скажем, да? Я думаю, что они ничего для этого не употребляли. Для того, чтобы написать хорошую музыку, я думаю, что нужно получить ту энергию, ту информацию, которая идет из космоса, и вовремя ее запечатлеть. Очень много музыки просто вылетает мимо, просто думаешь, вот сейчас я, вот классная мелодия появилась, надо быстрее ее вот сейчас прийти и записать, и раз вот она улетела, он не успел. А наркотики, я думаю, что это, вот я опять же говорю, это эйфория, я просто наблюдал за ребятами, которые, вот мы сейчас такие талантливые, там обкурились и что-то там играли, на следующий день они послушали и все это выбросили. Потому что кто в лес, кто по дрова, ну может какие-то идеи там появляются, но я считаю, что только нормальное состояние, вот лучше утром пойти, желательно, конечно, с утра пойти в лес погулять, получить эту энергию из природы. Там, ну не знаю, сделать зарядку, пробежаться, как бы подышать воздухом и сесть за инструмент, совсем другое будет состояние. Еще отдельное состояние, это ночное состояние, когда все затухает, все легли спать, и вот здесь можно опять же сесть за инструмент, главное никому не мешать. И тоже может что-то появиться, но это, говорю, все, что касается спиртного, какой-то химии, таблеток и всего прочего, это все эйфория. Я считаю, что нужно выходить на сцену и творить вот чистым и получать, вот когда замурашат тебя, на чистую, как говорится, да, когда тебя замурашат на чистую, значит, есть основания говорить о том, что замурашат всех остальных, кто будет тебя слушать. Если в этом состоянии ты получишь сверху еще, мы же проводники музыканты-композиторы, все это, все идеи музыкальные, они находятся в космосе, мы только должны вовремя это ухватить, запечатлеть и показать народу. Спасибо, Дмитрий. Я напомню краткую историю, как-то я разговаривал с Барбарой Кар, она работала с группой Eagles, до сих пор вполне известную группу и популярную, и она говорила вот про тот возраст, когда ей было 18-19 лет, она перемежалась с кокаина на марихуану, с марихуану на героин, все, как она говорила, обдолбанное. И к ночи, говорит, я ловила себя на мысли, что вот что ни идея, которая приходила мне в голову, она просто спасет мир, изменит его настолько, что люди не узнают. Только вот была беда одна, я, говорит, утром никак не могла ни одной идеи вспомнить. Да-да-да. И однажды, говорит, я решил записать эти мысли гениальные на бумажках, разложил их по всем комнатам, утром хожу, собираю, одна бумажка пустая, вторая бумажка пустая, третья бумажка пустая, а на четвертой написано, в соседней комнате, кажется, дурно пахнет. Это был переломный момент, она поступила на реабилитацию, выжила, прекрасная американка, очень красивая, сейчас она занимается преподаванием, она уже не поет с группой Иглс, но тем не менее история поучительная. А я хотел бы послушать еще что-то из ваших произведений. С удовольствием. Из Миласиных или из моих? Давай перемежать. Ну, давай перемежечку, да. Сейчас из ваших. Ну, на самом деле, ой, вот мне Милас часто говорит, что, Дима, когда ты говоришь, ты постоянно говоришь на самом деле. Будем бороться с этим. Надо бороться с фразами, паразитами, да, с фразами теперь. Очень, ну, просто действительно замечательно, что Миласа обладает уникальным даром гитаризма, скажем так, потому что немногие музыканты используют свой дар и занимаются в правильном направлении. И вот следующая композиция, которую я хочу вам представить, послушать. Ну, ладно, он просто хочет сказать, что следующая композиция, в общем, он тоже приложил свои ручки и терпение, и желание как бы обучить меня кое-каким приемом просто на гитаре, потому что вот этого, этому не научишься. То есть нам, нас, по крайней мере... То есть это вы не придумаешь, этому можно научиться. Дело не в этом, просто в классическом образовании такого нет, к сожалению, сколько мы играли произведений, это все было переигрывание классики бесконечное, а, то есть к реальной жизни оно неприменимо. Речь идет об аккомпанементе... Просто такой фанковый аккомпанемент, которым, в общем, стиль фанк-то даже не знали, наверное. Да, тоже нет понятия ритма в нашем начальном образовании, нет понятия ритма, и вообще это очень серьезная тема, мы можем об ней поговорить после того, как сыграем следующий композитор, который называется эксцентрик. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другое дело, что по большому счету СМИ не готовы, кто диктует формат, опять же СМИ диктует формат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда в течение суток выбираются какие-то не самые лучшие 30 мелодий, среди которых одну, может быть, даже не слушай с удовольствием, все время ждешь, что может быть еще что-то будет. Это что-то? Почему эти люди у власти? Мы сейчас пойдем слишком далеко. Мое мнение такое, что то, что более-менее прогрессивно, то, что не укладывается, опять же, в рамки какого-либо формата и сложно для восприятия, во-первых, незачем на это время тратить, потому что пока народ до этого дойдет, время уйдет, а время это деньги, как известно. Гораздо быстрее пропустить то, что гораздо проще продается. То есть фоновое восприятие, да, если к этой музыке относиться как к фону, как к оформлению, она и то не самая лучшая. Вторая тема гораздо... За прибоя, ветра, за выухание собаки порой могут сделать для человека гораздо больше, чем то, что слышишь с телеприемника или радио. Вторая тема гораздо более серьезная. Ведь, как известно, миром управляют церковники и политики, и сильные мира сего не заинтересованы в том, чтобы, я не знаю, закроют наш канал, не закроют после того, что я скажу, можно все говорить, у нас сейчас демократия, да? И все то, что шевелит душу и развивает масса, не угодно кучке людей, которые взяли власть. То есть есть погонщики и стадо. Так вот, стадо, оно легче управляемо, если оно не развито. Есть понятная связь? Оно всегда это, всегда так будет. И чем больше погонщиков будет более образованных и продвинутых, и вперед смотрящих, ведь что происходит? Мы говорим о наркотиках. Вот засилие дешевые попсы... Да что с ними, с наркотиками? Нет, опять же, я говорю, здесь серьезная связь. Засилие тяжелые попсы... Да, оно диктует и менталитет определенный. То есть молодым людям некуда деваться. Может быть, он хотел послушать Дмитрия Четвергова или Ивана Смирнова, да ему негде, он не знает, кто такие. А вот уже знает, вас можно послушать у меня на радиостанции, на Новом Раде. Да? Сейчас... Очень хорошо. Сейчас вас можно видеть, и вот вас... Так вот, те дядьки, у которых в руках власть, и у которых в руках наркобизнес, они не заинтересованы пускать продвинутую культуру. Вот и все. Ясно. Самое главное, что вы об этом говорите с улыбкой. Вас нельзя убить, вас нельзя раздавить. А я ничего не боюсь. Многие молодые начинающие музыканты, сталкивающиеся с этой беспутной машиной в полном недоверии к жизни как таковой. А вот что вам пишет один из зрителей ОСД, плохо, а водка с друзьями, хорошо. Ну, замечательно, молодцы. Вопросительный знак. Миласа, почитай, похоже, что это что-то про вас, но я не могу по почерку понять, что написано. Как еще Дергов Миласа относится к сценическому поведению Джимми Хендрикса? Да как можно относиться? Это просто гениальный человек во всех отношениях, и настолько оторванный. Есть подозрение, что, конечно, он немножко пивка махнул, слишком, даже не немножко, а слишком ножка, но это настолько органично, настолько интересно, и он стал-то Джимми Хендриксом благодаря своей эксцентричности и неординарности, и, в первую очередь, на сцене. Раскрою еще один секрет, эту плеяду музыкантов подсадили на наркотики, начиная с Леннона, Вана Моррисона, Джимми Хендрикса. Они не подозревали о том, что их точно так же использовали в качестве обезьян, полагая, что их миссия гораздо выше, тогда зарождали, искусственно насаждали движение хиппи. Это та часть молодежи, которую нужно было убедить в том, что наркотик можно попробовать. На самом деле ставился в выпиющий античеловеческий эксперимент по действию ЛСД на массовое сознание. Полагалось, что ЛСД может быть использовано в качестве военного оружия, и для того, чтобы молодежь поверила, подсадили талантливейших людей. Леннон ведь погиб из-за того, что высказал угрозу опубликовать свои дневниковые записи, где он был свидетелем императива СиАЭшника, который рассказал ему об этом, что их использовали. И когда Леннон пригрозил опубликовать, дневник пропал, нашелся сумасшедший, который до сих пор гордится тем, что он убил Ленна, все это вымысел. На самом деле истинная подоплека, это был наркотерроризм, тяжелый наркотерроризм. Пожалуйста, помогайте мне читать. С кем бы из известных музыкантов или певцов Миласе хотелось бы сыграть, спеть? С Митрием Четверговым. Мы вас слушаем. Уже было, с кем еще? С Ориком Клэптоном, я говорю. Ориком Клэптоном жив? Жив, конечно. А что, работает? Конечно. Ну, много выпивал, и слава богу, друзья тоже помогли ему с этого дела соскочить, молодец, и продолжает радовать всех нас. Самое интересное, что ведь те музыканты, одареннейшие мировой славой, многие ведь просто отказались от употребления наркотиков. Да, их вот садили, их как бы ввергли в эту мужчину, но они нашли не то чтобы силы, а разум, и не потеряли ничего от этого, по-моему. Ну, слава богу. Ну, это же смерть медленная, ну, чё, что? Ну, Джимми Пейч. Зачем себя убивать-то, ну, если я сейчас стал с разумом, ребята, выходите из этого, кто зависим, выходите из этого быстрее. Да, ну, просто мы разговаривали с одним музыкантом по поводу как раз ЛСД, и он сказал, ну, а 70-е, и вся музыка, которая написана была под влиянием, она же в большей степени деструктивная сама по себе. И это неправда, не было написано музыки под влиянием. Это фантазии, глупые фантазии, да, это популяризация ЛСД наркотиков, а мы вместо этого послушаем хорошую музыку. Да, вот храни его одного. Да, что ты? Да, скажи про эту песню. А сколько у нас времени? Осталось. Работаем. У нас есть время. Хорошо. Хотелось бы. Песня также с моего альбома, называется «Молитва». Очень многие любят эту песню и считают, может быть, ее лучшей на альбоме. Ну, вот попытаемся как-то ее исполнить в акустическом варианте. Шепчу, не зная слов, прошу, не зная слов, прошу, не зная слов. Ты, 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 молю молитву, пойду на битву. Я, только позволь узнать его, только позволь узнать его. Одного. Только прошу, храни ангелон. Одного. Одного. Послушай, небо, открой мне душу. Ты, 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 зову напрасно, просить невластно. Я, только позволь узнать его. Одного. Только прошу, храни его. Одного. Субтитры подогнал «Симон» Только позволь узнать его Одного Только прошу храни его Одного Какое удовольствие Слышать живой голос Красивый, сильный Улавливать мелкие Как бы полутона И радоваться, что есть такая музыка Потому что задолбали нас фанерным оформлением Она спела это в жизни Одну песню Ее исправили Сейчас это ни для кого не секрет Ее называют звездой Потому что она рядом с кем-то посидела И что-то вот такое Полежала Полежала, может быть, рядом Самое главное, что ее называют звездой На самом деле звезды здесь Крупнейшего масштаба И я думаю, что наши зрители получают не меньше удовольствия Зная, что это истинная музыка И мы будем способствовать тому Чтобы ее слушали как можно больше людей Дмитрий, вы занимаетесь социальными проектами Можно было бы об этом вас расспросить Вот я уже сказал Я совершенно бесплатно отдаю свой опыт Молодым музыкантам Во-первых, мне стало немножко обидно За тех музыкантов Которые свой опыт, наработанный годами Ну просто даже не то, что не используют Они зарывают его И тема, которую мы коснулись уже Да, алкоголизм, наркомания К сожалению, так пришлось И много своих знакомых похоронил уже на этой теме Это все смерть на самом деле И те молодые люди, которые не видят перспективы Они тоже заражаются страшными болезнями И наркоманией, и алкоголизм И отчасти то, что я делаю Я думаю, что кого-то спасет Потому что В первую очередь отсутствие веры во что-либо Я уже не говорю веры там в себя Вообще в какие-либо идеалы Вот ко мне у меня спрашивают Ну хорошо Ну вот инструментальная музыка Вот я тоже играю на гитаре А дальше что и куда я понесу и что А я говорю Долби, неси, мне неси Там другие музыканты найдутся Продюсерские центры Если ты чего-то стоишь Всегда найдешь дорожку Ну если это не совсем талантово Надо заниматься чем-то другим Но даже Какое-то время Если молодой человек Уделяет время Время книгам, инструментам Здоровья Не знаю, скажем В природе в конце концов Друзьям А непагубным привычкам Это уже у него останется на всю жизнь Он всегда возьмет в руки инструмент Всегда саккомпанирует себе Там друзьям Какую-то песню Это на всю жизнь останется Это большой вклад, я думаю, вообще Если заниматься музыкой А не сидеть тупо перед телевизором Высматривать в МТВ Там обнаженную грудь Там что-то в этом роде Это необходимо Дрил в современной музыке Да, а как же А как же Трусы и обнаженные грудь Если туплиц нет Это уже неинтересно Как-то Становится Шутка Дим, почему ты не добавил Что это шутка Владимир Иванович Мудрый человек Все знает Так что Это я думаю Что социальная Моя политика Опять же Это благотворительность В какой-то мере Вообще Все, что я делаю Это благотворительность До определенной степени Конечно, за это Надо получать деньги И Я буду очень признателен Что найдутся Тем промоутеры А те же, опять же Молодые промоутеры Не старые, умудреные Опыты, волки Которые Норовят тебя Оботрать как клипку А те люди Которые действительно Интересуются музыкой И помогут Продвижению этой музыки Вот Иначе Таким музыкантам Как я Ну, меня тоже действительно Ничего не сломит По большому счету Вот Потому что я уже Ну Разные были вехи Я и бросал И это дело Да И думал, что я Развею со своей профессией И находились силы Опять Брать инструмент Потому что, конечно Годы за сто Они так сломали И так скрутили Безусловно Что тяжело Я сейчас завидую Тем музыкантам молодым Которые Ну, как с белой завистью Потому что Вот Разговор с чего начался С винила Да Из того, что музыканты Моего возраста Шли по приборам Мы не знали Как играют Фирмачи Вообще для нас Рук-музыка Была чем-то космическим Для нас Музыканты Это были какие-то Боги западные На которые сейчас Мы можем Он приезжает Блэкмор Или там Скажем там Группа Дипепл Да В полном составе Практически Вот они Вот рядышком С ними можно пивка попить Но кто бы мог знать Об этом Дмитрий Я сейчас слушаю тебя То, что Помимо творческой Музыкальной культуры В тебе Еще и огромный Педагогический талант Как ты Вчера Срезонировал Я готов был Да Практически наехал на тебя Когда почувствовал Ну да такие Что тебя вовремя Не предупредили И ты может быть Не найдешь времени Приехать сюда В эфир Нет Просто не лас А вот смотри Вот я сейчас Цепочку Назову Значит Мое личное Мое личное знакомство С величайшими людьми В этом мире Они составляют Веки моей жизни Владимир Соловьев Поэт Эммануэл Виторган Джон Траволта Лиза Пресли Дмитрий Четвергов Вот Час проведенная В общении с тобой Вот эта энергетика Это вера Что вы реальные И ты Девочка Еще Реальные И реально мысли Тебе не завернутые Какие-то Несалчным взглядом Где что Вот это важно И уверяю тебя Дмитрий Будет много звонков К тебе потянутся Дети Ребята Я не призываю Я не согласен С тем что Все надо делать Бесплатно Благотворительность Это хорошо Когда вот Эти деньги От накопленной Какой-то Там Банковский процент Но ты Зарабатываешь деньги И грешно Не платить тебе За уроки Которые у тебя Можно взять Да и за общение Которое В котором можно Получить заряд На несколько лет Вперед А вы пока думаете Что мы сейчас Будем слушать Пока я делаю Такую Большую Немузыкальную Паузу А я могу Утвердительно Сказать Что ваши телефоны Если вы хотите Ваши координаты Электронная почта Долгое время Будут на сайте Доступными И наверняка К вам будут обращаться Ну и пусть Заходят на наши сайты Тогда Четвергов.ру Миласса.ру Четвергов.ру Миласса.ру Очень легко Набирается Помните Что не русским языком Латинец Ну да Буква Ч Пишется Сиеч Но заходите В Яндекс Набирайте По-русски Четвергов Дмитрий Он выведет Прямо туда Что вы И на то Что вы ищете Мы слушаем музыку Или хотелось бы Что-то сказать Миласса Но это последняя Да будет композиция Время подходит К завершению Потому что Мы Такую Жоль жизнью Утвернулись Хотя Хотелось бы Исполнить Тоже с моего альбома Если называется Танго Немножечко По По-испанчине Пройдемся Танго По-испанчине По-испанчине Танго Исполнить Танго 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 Исполнить Исполнить Отпускаю Танго Отпускаю Танго Танго Исполнить Исполнить Танго Исполнить Танго Танго Исполнить Исполнить Танго Исполнить Танго Танго Исполнить Конечно, это музыка И я веду себя вот как чувствую Это здорово И то, что наши зрители Радиослушатели А я напомню Пишут и пишут, а у нас нет возможности ответить Будет такая возможность Но все усовершенствует Будет больше студии Будет 100 человек вокруг Собирать эти записки, передавать Мы же только начинаем Здорово А мне кажется, что атмосферу Которую удается создать и передать А мы еще будем смотреть эту же передачу Как мы работали Без грима Между прочим Остается несколько минут Я хочу вас присоединить К моим благодарностям К энтузиастам Живого радио Которые сейчас, по сути дела Обслуживают эфир Это Артем и звукорежиссер Как вас зовут? Алексей Алексей Спасибо, ребят Да Вот, это 21 век Соединение нелепой Какой-то такой Еще недостаточной обстановки И высочайшей технологии Которая позволяет Сейчас кому-то Вообще удивительно В Южной Калифорнии Включиться в этот сайт Что-то написать Послушать И увидеть вас живыми Здоровыми Здравствующими Итак, несколько минут О чем бы вы хотели Еще сообщить Зрителям Ну, мы уже все сказали Главное, чтобы Люди не стеснялись Заходить к нам на сайте На сайте Потому что там Вся информация Потому что Многие может быть Про концерты, конечно Да Про концерты В ближайшее время У вас А вот все на сайте Мы обычно, да Мы говорим, что На сайте Раз уж у нас есть Такие технологии Как вы сказали Потому что Так проще Как бы Донести И все-все там У нас меняется Вот видите Мы там Я не знаю Позавчера мы не знали Что мы здесь Да Что мы здесь будем Поэтому Да Они уже не успели Даже, по-моему Выложить на сайт Просто Все-все туда Все-все там Или Да Это самое главное И, конечно же Всем просто хочется пожелать Чтобы Люди Ну Верили больше Наверное Вот В лучшее Потому что Конечно Тяжело в жизни Без веры По большому счету Верить в себя Верить в лучшее В хороших людей Удача приходит к лучшему Вот как нам тут Недавно сказали Да Быть готовым К сожалению К сожалению Мало кто знает Что красота Суть красоты Ее живительность Это самая Короткая Волна В мире Которая в физическом мире Может существовать И именно поэтому Соприкосновение С красотой Звуковой Визуальной Оживляет И энергизирует И Именно поэтому Наверное Мир выживает Благодаря таким людям Как вы Спасибо Которые Да Как громко Наделенным талантом Работоспособностью И Многими-многими Другими Положительными Характеристиками Похоже Что мы завершаем эфир Время подошло К концу Я благодарю Дмитрию Дмитрия И миласу Сотрудников Студии Предоставивших Возможность Сегодня общаться С нашими Зрителями И до новых Встреч в эфире До свидания Спасибо огромное вам Ну что Здорово Мне понравилось Спасибо 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 Спасибо